В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Муниципальное предприятие «Благоустройство» получило крупнейшую за последние годы партию новых машин. Спецтехника под управлением опытных водителей круглый год будет следить за содержанием уличной дорожной сети. Напомню, автопарк в этом году обновился не только у коммунальщиков. В марте на дороге города вышли 19 новых троллейбусов, а незадолго до этого более 80 автобусов марки «ЛиАЗ» на газомоторном топливе пополнили парк пассажир автотранса. В торжественной обстановке водители МП «Благоустройство» получают ключи от новеньких машин. 22 единицы техники уже поступили на службу города, на подходе еще 30. Все машины универсальны, будут служить на благо города круглый год. Дмитрий Галкин рассказывает, за долгие годы работы, переключая тугие рычаги и выполняя основную работу вручную, набил немало мозолей. Теперь за большую часть процесса уборки будет отвечать электроника, которой оснащена новая машина, которая, кстати, стала и более функциональной. Комбинированная полностью машина. То есть можно и, как говорится, и снег возить, и грязь возить, асфальт, крошку. А если надо, и поливать, и сыпать. То есть она более такая уже функциональная. Среди новых приобретений, поступивших на вооружение в МП «Благоустройство», есть и агрегаты поменьше, но от этого не менее полезные. К примеру, многофункциональная коммунальная уборочная машина без лишних затрат на горючее на отлично сможет выполнить роль пылесоса, способного навести чистоту во дворах, скверах и на тротуарах. Эта техника существенно повысит эффективность уборки города. Вот по расчетам специалистов, по мнению экспертов, крупногабаритная техника повысит производительность уборки территории на 30%, малогабаритная на 40%. Это, конечно, существенно скажется на чистоте города. Техника закуплена в рамках исполнения послания губернатора Самарской области Николая Меркушкина и по поручению главы администрации города Олега Фурсова. На ее приобретение потратили более 180 миллионов рублей из средств городского бюджета. Деньги перераспределены из других статей бюджета. За последние 20 лет это самая крупная закупка спецтехники для Самары. Районы мы должны обеспечить и, естественно, городу добавить серьезные техники. Мы сейчас заявились в программу, причем заявились очень серьезно. Там будут снова и автобусы, и будут в Томсе много техники коммунальной. Это не только на этот год, это в Томсе уже и на будущий год. Сегодня на благоустройство Самары работает примерно 300 единиц спецтехники муниципального парка. Еще около 150 привлекается у сторонних организаций. Для города Миллионика площадью более 500 квадратных километров этого катастрофически мало. Особенно в условиях, когда порядка 70% техники устарела и она частично подлежит списанию. Именно поэтому приобретение техники для города продолжается беспрецедентными темпами. В общей сложности до конца года планируется увеличить количество приобретенной в этом году спецтехники до 100 единиц. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону будет закуплена 181 единица малогабаритных снегоотбрасывателей для уборки территорий, прилегающих к социальным и образовательным учреждениям. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. На должность директора муниципального предприятия «Самара-Водоканал» назначен Сергей Русин. Ранее он занимал пост директора компании «Реко». А с 2011 по 2013 годы работал директор муниципального предприятия «Инженерная служба». Глава администрации «Самар» Олег Фурсов представил нового руководителя на оперативном совещании в мэрии. Поставил перед ним задачу в кратчайшие сроки повысить эффективность деятельности муниципального предприятия и выстроить работу таким образом, чтобы его отдача городу и местному бюджету была максимальной. Я надеюсь, что у нас больше будет порядка в работе этого муниципального предприятия, более динамично оно будет развиваться. И те вопросы, которые у нас возникали с СКС во взаимодействии по использованию имущества муниципального, они будут разрешены в ближайшее время. Другим темам в «Самаре» ищут мать новорожденного ребенка, найденного в дачном массиве по улице Утевская. Плач ребенка услышали местные жители. Мальчик лежал на земле, завернутый в одеяло. Прибывшие врачи оказали ему необходимую помощь. По их данным, ребенку на тот момент было всего 6 часов отроду. Он получил переохлаждение, но никаких видимых телесных повреждений медики не обнаружили. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он находится в больнице. По данному факту, Куйбышевским межрайонным следственным отделом началась следственная проверка. Назначено судебное медицинское исследование с целью установления степени тяжести вреда, полученного ребенком. В то же время проводят следственные действия и противностные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. За то, что женщина оставила малолетнего ребенка, ей может грозить до одного года лишения свободы. Продолжаем выпуск. Порядка 30 тысяч человек смогли увидеть грандиозное зрелище 9 мая на площади Куйбышева. На военном параде в честь 70-летия Великой Победы прошли более полутора тысяч военнослужащих. Артиллеристы, моряки, пехотинцы, десантники. Четко и решительно они маршировали мимо ветеранов Великой Отечественной, главных гостей на трибунах. Знамя Победы на здании Самарского театра оперы и балета. Почетные гости на центральных трибунах. На главный праздник в своей жизни ветераны надели все боевые награды. Как будто из прошлой эпохи они вышли из автомобилей военного времени, на которых их привезли на парад. Здесь все. Дети фронта, труженики тыла. И, конечно, те, кто на передовой поднимался в атаку, заслоняя собой страну. В семье Михаила Васильевича Лялина на войну ушли шесть человек. Сам он служил на Прибалтийском фронте. Военными тропами дошел до Кенигсберга, где и встретил долгожданную победу. Тот судьбоносный день сегодня вспоминает в стихах. Военный урагал прошел. В дома среди развалин победный праздник нам пришел, как предсказал нам Сталин. Жизнь во имя фронта ни на минуту не прекращалась и в тылу. Возводили заводы, а затем стояли у станков в основном женщины и ребята, едва сошедшие со школьной скамьи. Мы начали с того, что мы копали фундаменты. Пришло наше оборудование спустя несколько дней. Мы сами его привозили. Монтировали станки, выпускали подшипники. В октябре месяце выпустили первые танковые подшипники. Прежде чем самая большая площадь Европы превратилась в огромный плац, жители региона и ветеранов Великой Отечественной поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Куйбашевцы встали плечом к плечу с миллионами солдат победы. Отстояли родную землю. Спаси человечество от нацизма. Беспримерный героизм на фронте и самотверженный труд в тылу обеспечили победу над сильным, коварным и безжалостным врагом. Этот победный дух и сегодня живет в каждом из нас, укрепляя веру в неисчерпаемые силы нашего народа. После того, как на площадь внесли знамя победы и российский флаг, принимающий парад генерал-майор Игорь Синицкий поприветствовал военнослужащих. Под торжественные звуки военного оркестра парадные расчеты стройными рядами зашагали по площади Куйбышева. Сначала мимо трибун прошли бойцы в форме 40-х годов, держа в руках фронтовые знамена. Вслед за ними артиллеристы, моряки, пехотинцы, десантники. Особый восторг 30-тысячной публики вызвало появление военной техники. Танки, боевые машины, системы залпового огня, знаменитые «Искандеры» и зенитно-ракетные комплексы 9С-300. Всего по площади проехало порядка 70 спецмашин. В это время в небе кружила военная авиация, бомбардировщики и вертолеты Ми-8. Вслед за современными образцами техника времен Великой Отечественной. В исторической части парада проехали машины всех стран антигитлеровской коалиции. Трибуны замерли, когда на площадь вступила колонна бессмертного полка. Родственников своих погибших товарищей ветераны приветствуют стоя. В годы войны на фронт ушли около полумиллиона куйбышевцев. Почти половина из них не вернулись домой. И тем, кто сейчас смотрит на мир с фотографий, и тем, кто находится на трибунах, потомки героев бесконечно благодарны. Спасибо! 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 Завершился парад большим концертом, участие в котором приняли около полутора тысяч артистов. Пятитысячный хор под звуки оркестра исполнял песни о войне. В память о тыловых подвигах по площади прошли колхозники и рабочие. В конце, как победный гром, праздничный салют. Когда торжества закончились, губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручил командирам парадных расчетов памятные подарки. Алина Чемерс, Артем Сулайманов, События. Следить за парадом на главной площади города жители Самары могли во всех районах областной столицы. На площадях и в парках были установлены большие экраны, на которых велась прямая трансляция. Как главный для всех ветеранов день отмечали в парке Победы, расскажет Лариса Шалафаст. Вносится государственный флаг Российской Федерации. Увидеть прямую трансляцию парада с площади Куйбышева в парк Победы пришли жители со всего Советского района. Одно дело посмотреть масштабные действия дома перед телевизором и совсем другое вместе с горожанами. В каждой семье есть герои, которыми гордятся, подвиг которых помнят. Из нашей родни, к сожалению, многие не вернулись. Кто-то вернулся, но живых уже никого нет. Поэтому для нас это больше день памяти, день дань уважения тем, кто, можно сказать, спас нашу страну. Посмотреть парад и почтить память павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны пришли ветераны. Евгении Яковлевне Медведевой в 45-м было всего 5 лет. Но в памяти живы страшные картины военного времени. Женщина хорошо помнит, как им с матерью пришлось бежать из родного города. Такие страхи я видела. Это ужасно. Разбомбленные поезда, люди валялись, трупы. Мы ночью ехали, а день стояли, потому что паровоз большой дым выпускал, и чтобы нас не видели. Мы долго-долго с Ленинграда ехали сюда, в Куйбышев. Парк Победы встречал гостей в обновленном виде. Здесь отремонтировали многочисленные мемориальные сооружения, уложили плиточное покрытие, привели в порядок комплекс фонтанов, восстановили газоны. Сразу после парада в парке начался праздник песни. Большой сводный хор, в который вошли самарские школьники и представители ветеранских организаций, исполнили для самарцев песни военных лет. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. На Металлурге в День Победы прошел марш памяти. Также жители возложили цветы к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Минуты молчания почтили память тех, кто не вернулся из боя. Слова благодарности звучали в адрес победителей. Никита Логинов наградами прадеда гордится. Историю орденоносца Аненкова в их семье знает каждый. Забрали Василия Андреевича сначала на Финскую, хотя мог попасть в советский концлагерь по доносу. Потом был фронт Ленинградский. Блокада, прорыв в 1944 году. Военные будни Василий Аненков вспоминать не любил, рассказывает внук Николай Логинов. Его там ранило через Ладогу и госпиталь. Потом и комиссовали. Страшно было. Жители Кировского района по традиции уже не один десяток лет в День Победы собираются у проходной завода «Металлург». Именно отсюда во время Великой Отечественной войны уходили на фронт куйбышевцы. Многие не вернулись с полей сражений. Восемь жителей района заслужили золотую звезду героя Советского Союза. У меня воевали оба деда, воевали шесть дедеев. Не все они вернулись. Поэтому я с молоком на рам матери впитал уважение к фронтовикам. И я очень хочу, чтобы наши дети передали своим детям правду об этой Великой войне. Проспект «Металлурга» – парк «50-летие октября». Колонна памяти возложила цветы и вспомнила своих героев у вечного огня памятника солдат Победы. Наши ветераны стояли круглосуточно, ежедневно внесли трудовую вахту, производя все необходимое для фронта Победы. И что очень важно, вы видите, сколько очень молодых ребят, сколько очень детей. Вот это очень важно, чтобы мы передавали вот то, что сейчас уходит с нашими, к сожалению, ветеранами. Мы должны воспитывать их на правильных примерах. Вот именно ветераны – это и есть образец стойкости, мужества и героизма. 9 мая победу советского народа над фашизмом жители Кировского района отметили, как и 70 лет назад, фронтовыми 100 граммами, солдатской кашей и праздничным концертом. В день Победы торжества прокатились по всей Самаре. Вечером концерт на площади Куйбышева смогли посмотреть тысячи горожан. Ехать на главную концертную площадку было необязательно. Выступления артистов транслировались на больших экранах, установленных на площадях и в парках города. Завершился праздник фейерверком, которым самарцы смогли полюбоваться в семи районах города. Как только закончился парад и трибуны опустили, площадь Куйбышева превратилась в центральную концертную площадку Самары. Послушать песни о войне и любви к родине жители приходили семьями. Для каждого юбилей Великой Победы связан с непростыми судьбами родных и близких. Потому и праздник отчасти получился грустный. Мы пришли всей семьей, чтобы... Для нас это большой праздник настоящий. Мы хотим почтить память тех людей, которые участвовали в Победе. Настроение очень трогательное и щепетильное. Потому что все-таки это праздник слезами на глазах. Слезы не высыхают весь день. Великий праздник я не мог не прийти просто сюда. Я хотел просто отдать дань уважения своим родственникам, которые погибли на войне. Для артистов выступать в честь 70-летия Победы и великая радость, и почет, и мечта. Каждое слово из песни, а то и героической эпохи, наполнено сокровенным смыслом. К организации юбилейных торжеств в Самаре подошли тщательно. Жители областной столицы могли увидеть большой концерт по всему городу. Для тех, кто не смог прийти на концерт на площадь Куйбышева, установили вот такие экраны. Их всего сей во всех районах города. Несмотря на дождь и холод, сюда, на площадь Славы, люди приходят. И многие из них в первую очередь идут к вечному огню. Цветы сюда несут сам в утро. Почтить память погибших воинов приходят вместе с детьми. Мы с внучками пришли отдать память павшим героям, которые нам сделали жизнь такой беспечной, счастливой. И мы очень благодарны им за это. Пришли почтить память, возложить цветы. Завершились торжества праздничным салютом одновременно в семи районах Самары. Главный фейерверк состоялся на набережной Уладьи. Алина Чемерис, Максим Гусев, события. Ветеранов, которые по состоянию здоровья не могли прийти на торжества, посвященные юбилею Победы, поздравляли дома. За праздничным столом, за чашкой чая они рассказывали о том, что пришлось пережить и какой ценой давалась Победа. Солдат Победы, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Старший сержант Вельдан Абдулович Нугайбеков в военные годы служил авиатехником. Освобождал Украину, Вену и Будапешт. В памяти героя навсегда осталось мгновение, когда он и его товарищи услышали весть о Победе. О Победе мы узнали на аэродроме. Сразу объявление писали радио, телевидение тоже было тогда уже. Это день, когда никогда не забываем ликование. Для троих детей, четверых внуков и троих правнуков Вельдан Абдулович – герой. В гости к нему и его супруги родные приезжают ежедневно. Это наша гордость, гордость и детей, и внуков. Вот и правнуков ходят, вот сейчас удивляются, что это такое, что пришли, как. Мы ему объясняем. Поздравить Вельдана Абдуловича пришли и представители власти. Председатель городской думы Александр Фетисов и депутат государственной думы Александр Хинштейн преподнесли главе большого семейства памятные подарки. И за чашкой чая побеседовали с ветераном и его родственниками. Самое главное достояние этого советского солдата – это его семья. Там замечательные дети. И совершенно понятно, за какие ценности он воевал. Я всегда с ужасом думаю о том, что недалек тот день, когда в стране, в нашем городе, в нашем регионе останется последний участник Великой Отечественной войны. Дай Бог, чтобы они прожили как можно дольше. Дай Бог, чтобы последние годы, а может быть и десятилетия, они чувствовали себя действительно и нужными, и неброшенными. На прощание гости пожелали Вельдану Абдуловичу здоровья. И, конечно, непременно дожить до следующего юбилея победы. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». С 24 по 30 апреля денежная база в России выросла на 31 миллиард 600 миллионов рублей. Это означает, что Центробанк включил печатный станок. Регулятор утверждает, что дополнительные деньги выпускают для поддержки финансовых рынков и кредитной системы страны. Специалисты утверждают, что увеличение денежной базы, которая обычно измеряется десятками триллионов рублей, на такую незначительную сумму является технической коррекцией. Время от времени мегрегулятору просто приходится включать печатный станок и вбрасывать деньги в экономику с целью поддержки ликвидности на финансовых рынках. Ну а мы-то привыкли к тому, что если станок заработал, то скоро шахтеры касками будут стучать. Единая Россия предлагает привязать штрафы за неуплату налогов к ключевой ставке Центробанка. Такое предложение вызвано тем, что налогоплательщики задерживают налоговые платежи, поскольку их выгодно подавать позднее из-за меняющегося курса рубля и темпов роста инфляции. Теперь ставку Пенни предлагают привязать к одной трехсотой отставке Банка России. Только с октября 2014 года по март 2015 года налоговый долг вырос на 18 миллиардов рублей, в том числе на 4,5 миллиарда выросла урегулированная задолженность. Правда, не все правила будут такими жесткими. Если суд найдет хотя бы одно смягчающее обстоятельство, размер штрафа уменьшится. Но не более чем вдвое. Российский фондовый рынок открылся без единой динамики по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ подрос до отметки 1714 пунктов. Среди лидеров роста акции «Газпромнефти», «Северстали», «Мечила», «ММК», «Норникеля», «Уралкалия» и «Префы» от «Нефти». Лидеры падения – «Префы», «Транснефти», «Сбербанка» и «Ростелекома», обыкновенные акции «Мегафона», «Алроса», «Русала», «ВТБ» и «Лукойла». Российский рынок открылся на фоне коррекции фьючерсов на черное золото. Торги во вторник в Европе и США завершились разнонаправленно. Азиатские рынки показывают негативную динамику. Курс доллара на 12 мая – 50 рублей 75 копеек. Курс евро – 56 рублей 89 копеек. Золото стоит 1933 рубля за грамм. Серебро стоит 26 рублей 61 копейку за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 65 долларов 83 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова уверенно начала теннисный турнир в Риме. Самарский каноист – серебряный призер чемпионата Европы. Баскетбольные экономисты – пятый в плей-офф чемпионата Суперлиги. Третью решающую встречу плей-офф в баскетбольной Суперлиге «Самара СГУ» выиграла у ревдинского темпа, хотя первую четверть горело 9 очков при условии равной игры в атаке. На большой перерыв самарцы ушли, уже проигрывая минус 12. Ситуация на табло и на площадке изменялась в третьем периоде. Экономисты попытались свести дебет с кредитом и подобрались вплотную к сопернику – 59-61. Последние две минуты плей-офф прошли в полном соответствии с канонами баскетбольных концовок. Ошибки, сумасшедшие попадания, тренерские тайм-ауты. Крепче нервы оказались у «Самары» – 87-82. Экономисты – пятый в чемпионате страны. В Чехии прошел чемпионат Европы по гребле на байдарках и каное. За награды ходили по акватории 800 спортсменов из 40 стран. За «Самару» выступал Михаил Павлов. На дистанции 500 метров в каной-одиночке он финишировал с результатом 1 минута 50 секунд и стал вторым. Чех Мартин Фукс, чемпион Европы, обогнал «Самарца» всего лишь на сотые доли секунды. В общекомандном зачете сборная России заняла второе место, завоевав 11 медалей. Анастасия Павлюченкова нанесла поражение австралийке Саммантис Тосор в первом круге теннисного турнира в Риме. Призовой фонд соревнований – два с лишним миллиона долларов. «Самарчанка» стартовала удачно – 6-4-7-5 по парте. Теперь за миллионы американских рублей Павлюченкова во втором раунде сразится с первой ракеткой мира – американкой «Сиреной Вильямс». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова